Жара сегодня. Сколько градусов-то? Ну, 30, наверное, есть. Я говорю, пить охота. Володя предупредительный такой. Нигом принес водичка комнатной температуры, а я простывший. Он тоже налил одну кружку и на солнце поставил, чтобы не подогреть. Вот выговариваю ребятам, почему весной не посеяли кукурузу. Семян достаточно. Вот мы находимся, храм недалеко рядом. Между нами только диакон. Он навоз увозит сейчас. У тебя, Володя, рубашка разорвалась подмышкой. Ну-ка, подними руку вверху. Видать? Зашить надо. Ты ее не нитками затягивай, а заплатку ставь. Заплатку пошире. Так, Никита, иди-ка сядь, как ты сейчас сидел, сидим. Я ждать не буду, потом придешь, сходишь. Иди, покажи, как ты картошку выбираешь. А диакон посадил. Ну, это Людмила, матушка. Вот она. Кукуруза, кукуруза какая. Площадки все любят. А Никита проговорил, а я не люблю. Я говорю, больше не получишь. Ну, а я кому хочу, отдам. А чего ты отдашь, когда у тебя нет? Сейчас я там подворитка. Каждый из нас берет. Это я с утра ковырял, ноги выворачивал. Покажи, как ты сейчас сидел, ты издалека видел. Здесь неудобно. Ну, можно вот так. Видишь, он как повыше, чтобы не сильно уставать. Вот. И быстро перемещается. Никита быстро, ему это не помешало. Да сильно не ковыряй там и нет еще. И картошку одну найдешь, и выковырять невозможно. Такая маленькая, если. Вот так. Видите, какие камлы. По 30 сантиметров, по 1 на 30. 40 на 30. Вот так. Отворачивается. Это вот как взрыв какой был-то сегодня. Все ноги вывернул. Невозможно. На виллу становишься, они не тянут. Не тонут. Из-за того, что много дождя было, а почва не удобряется. Пошел спросить Лену, барабаш. Говорит, а мы, говорит, свободно берем. Почему? А мы, говорит, не пашем. Не пашет. Все. Так они там навозили, наверное, на полметра. У них урожай такой хороший. А у нас грамма нет. Почему? До руки не доходят. На поля вывозят сейчас целыми днями навоз. А тут рядом, вон, видно, машина разворачивает его. А сейчас бы только сказал, и все. Посмотреть надо, как бы. А Володя трудно самую работу делает. Косит. Косит ботву. А тут клен растет. Я сегодня. Говорю, надо маленько отдохнуть. То есть отдохнуть. Пилу взял. Ножовку. Топор и пошел рубить. И вот все. Порубил клен. И пуста развес. Вот. Как он вывозит навоз. Вот чашка поднял. Рядом у него стоит, как сказать, тележка железная. Это у меня руки от работы трясутся. Вваливает. Кто это знал, когда начинали? Все только так, скрипу. А дальше видим тут батюшкин дом и храм. Видите, как рядом батюшка живет и рядом дьякон. Ну, не дьякон стоит. А это вот, видим сбоку, лагерный пруд. Раньше назывался Камагориха. Ну, вот. Я говорил сейчас, вот, пожалуйста. Тыква какая наросла, Матюшка, Людмила. Ищу тыкву. А что, толкнул зерно? Ложись, спи. Оно растет и не знаешь, говорит, как дается. Вот. Вот и всход, и все. Ключи сказано у Христовой. Володя вот косит и выносит. Тут у нас метра три полоса с дьяконом разделяет нас. Он огородил себе садок огороженный. Ну, а дальше такая наша, по нашему, забор щища. И там дальше у него тыква и кукуруза. Иди, покупай. Чем протравлено? А здесь экологически чистое все. А там вот дальше поведаю тайну. Это склад барабаша. 506 квадратных метров, кажется. И вот здесь батюшка навозил ту кирпичи строить храм. Песок уже навезен был и проект составлен храма. Ну, а оказалось не нужно, в храме все отстроили. Вот оно хватает. Вот так. Сколько у нас у ширина огорода-то? Шагами-то. Ну-ка, промери. А то даже не знаем. Вот в этом месте. Ну-ка, давай. По метру. Пошел. Ну, так-то 18. 7, 7. Это 18, так-то соток общий. Сколько ширина? Ширина не знаю. Ну-ка, давай, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 27, 27, 28. Такая ширина. Ну, 18 соток, как мы считаем. Батюшка вчера пришел. Еще же мы так запустили огород выше роста человеческого. Не протяпали, не окучили. Батюшка, тяпали и окучивали. Окучивали. Она прет. Мы тут не были недели три. И вот она выбралась в два метра почти. Так что сегодня пошли. Гляжу там дерево. На дереве коса. Коса, усадьба наша теперь. Я к батюшке. Батюшка, не твоя коса? Нет. Ну, усадьба наша. Мы заберем. Ничье. С двух сторон усадьба наша. Пришли, а там грабли и коса. Литовка называется. Они вросли. Вросли, нельзя ни выпилить, ни вырубить. Ни кое-как я их вырубил. Никита инструмент принес. Куда ближе. Вот с весом тебе вниз-то полегче идти. Вырубили. Ну и все. Принесли грабли. Это сколько же лет прошло. Ну, в общей сложности, думаю, не меньше там лет десять. Слишком с гаком. В дерево вросла коса полностью. И грабли вросли. Двух сторон железа. Как все интересно. Ну, это вот называется Саманная. Куда мы думали принять новопоселенцев. Пока они определятся. Это у нас гостиница. Тут бульдозерис жил. Приезжают, когда фотокорреспонденты, художники их сюда принимают. Это хорошо. Ну, вот там сколько-то ж. Пять кроватей, кажется. Ну да. Отлично. А вот какой рядом. Тополины. А это вот. На одной усадьбе это два. Та, что есть, куда гостей принять. Есть. Какие, смотришь, облака. Чудесные. Если парит от сегодня так, то, как у нас говорят, это дождь будет. Посмотри, какие прекрасные, большие, кучевые облака. Зимой такие не встретишь. Вот. Тополя и луна еще светит и ночью. Куда не посмотришь. Кучевые облака. Да, я еще решил прорубить тут около сарая. Ничего не замечал. И оказалось, что тут осы. Как они меня оттуда поперли. Вот жесть между собой соединяется. Два листа. Вторая. Откуда бы я знал. А гнездо где-то там внутри. Но они тут рой целый был. Как меня жаркнули. Одна в одно место, другая в другое, в третье. Я подумал, крапива вначале нет, все-то сильно глянула. А их вокруг меня. И вот сейчас они уже слышат запах. И летят. И воруют все. Ушел мед. Сами-то делать его не умеет им, не дано. Видишь, как они быстро туда. И оттуда как вылетают. Ну, я успел несколько кленов свалить. Ну, клена года два. Ну, меня они оттуда попросили. Я еще ничего не понял. На краю начал клен убирать. А не туда. Ну, я тогда начал скрываться. Тут сирень густая. Ну, я в сирень. Голову сунул и стою. Ну, не пожужжали, улетели. Вот сегодня сколько мы Это у нас среда сегодня Третий день С Володей и двое Сегодня после обеда Никита Свободин Ну, солнышко уже к вечеру Только-только закончили выбирать А теперь надо складывать Складывать Никогда так у нас не было, чтобы не было народа Пришла тут одна бабушка Маленько поработала, чуть-чуть застонала Как будто мы ее в санаторий отправлять должны Ну, ладно, отправили домой, иди Если пришла, то не стони Сегодня я пошел к Елене Анатольевне Я говорю, Никиту Вот все берут на полдня пока в школе А вы взяли на целый день Подписали Я не согласен сейчас, говорю Не можем еще мы выкопать Поэтому сделайте как-нибудь, чтобы Они говорят, никак После ущебы Ерема Ему уже 15 лет Он на тракторе, на машине работает Подвозит зерно Никак-то, да? Как-то думаете, чтобы мы у них А их три здесь хозяина Три Ну, поэтому через два дня третий Надо пасти Получается, что до обеда Никита каждый день уже пастет Нищуки, правда, пока на один день А Устиновые, Барабаши Тебя на месяц вперед уже Ну, те решили так Поговорить с Устинами Чтобы там моя сестра попасла А за Барабашей Никита Целый день пас Ну, после Работает Вот что-то успели сделать Вдвоем-то быстрее А то мы Кого? У меня ноги не гнутся Я как согнусь Я так и ползу, как утюг Как утюг Вот, накладывают Мешки еще Держи Никита, ты косоруке смеешься все время Как-то любую работу сделаешь Чтобы меня больше не нанимали Ты же нарушим все это делаешь Теперь собирает Никуда не торопится Ничего себе не торопится Сосиски Торопиться надо Торопиться Не ронять мимо На перегонке Я два раза больше вас Быстрее сделаю Ну, еще бы Один, а вы вдвоем Ну, вдвоем Ну, только у меня с одного рядка Почему-то Картошки больше, чем у тебя С двух рядков Где проверим Давай проверим Пойдем Давай, клади Будешь ходить Ты как Знаешь, был один тут ходок Складывайте быстро Маленькое замещание сделали И уже видишь, как Взыгрывает Уронил На глазах уронил Ну, уронил Тут бы уже Хотя бы минут пять И помолчать не Тут-то было У них как-то нет Вот этого Духа сокрушения Собственной петемьи Вот видите, что здесь есть Где разрезали Тут колорадский жук Мгновенный Видишь, он на георгиевскую ленточку Как похож Не зря они их зовут Так это Колорады Была нам нужна Эта ленточка Из-за нее парнишку застрелили Убили у дома Я считал Насыпили Скажет Мальчишка Ничего не сделает И как бы проповедует Что-то А что проповедует Это человеческая мудрость Да и мудрость Да и мудрость еще Я всегда удивляюсь Когда человек что-то Прошмыгнется Не так сделает Тут бы ему только и помолчать Обдумать Тем более явно виновен Нет, мгновенно окрысятся Мгновенно воскрысятся И все Зачем? Ты виновен Ты уронил Ну и Тут только молчать А я там-то Сделал больше Это одно Как покрывать? Тогда можно все время Сыпать мимо? Нет У меня Володя Вчера высыпал Но ни разу не оговорился Сыпанул мимо Не так посмотрел Скоро уже 7 часов вечера По тополям видно Где солнце Вот братья возят На себе Я не знаю Тут трактор нынче Прошел бы или нет Володя Но они маленькие ведерки Три Но все равно тяжело Целый день же Огорбатились Никита берет Видишь как он Нянчатый Ого Хорошо быть молодым Когда в армию его Не загнали Не убили на Майдане Он для Бога трудится Есть что будет показать Чем накормить Гостей В погребе Хоронят в мешках У нас раньше сыпали Вот сегодня Сколько-то набрали Много ли человеку надо Если ты Крылову Вспомнишь Для Бога Все делай И каждый год Одно и то же Иные нас упрекают Вы работаете Все с утра до ночи Да Какие вы тут Надо в городе-то и жить Там время есть Для отдыха Есть где расслабиться Оттянуться Ну тут некогда тянуться Встаем 4.40 У меня сразу звонок Никита утром Меня беспокоит По моей просьбе Моя первая молитва За Никиту А уже в 6 Татьяна Кузьминиша Старшая сестра Нашей общины Тоже дает сигнал Но я не откликаюсь За это они не платят Вот сколько время Посчитаю ушли У нас отец Одно руки был Ведра были большие Тогда Это котелик у нас Называется Котелик 7 литров А ведро У нас это 15 литров 6 ведер И отец И отец с одной рукой Ну считай Пол гектара У нас был Огород Зады Зады называли Зады Там где Самое далеко Кучу Насыпали А потом Из кучи Мы накладывали Он пригонял Скотину И Начинал носить Куль Кажется 110 килограмм Было Мама наша На баржу Носила Рассказывала Страшно сказать И не повлияла Ни на счет 12 детей Родила Понимаете А сегодня Чуть-чуть Там все Бабки Детки Крутятся Фотографирует Во всех Позициях И неизвестно Какое чудо Вырастет Потому что Дело в Божьих Руках